Бесконечные скандалы, пьяные компании, драки и антисанитарии. В таких условиях растут дети, чьи родители постоянно пьют. В таких квартирах инспекторы по делам несовершеннолетних частые гости. Об обратной стороне детства в репортаже наших коллег. Хочешь в лагерь? А в какую лагерь едешь? В эту семью сотрудники полиции и представители общественного совета при МВД республики наведались вовсе не для того, чтобы составить очередной протокол на родителей, а чтобы сообщить о выделении путевки в детский оздоровительный лагерь. Это раньше мать двоих детей почти не занималась их воспитанием, злоупотребляла спиртным и оставляла на попечении родственникам. Но сейчас женщина исправилась. Семья состоит с июля 2015 года на профилактическом учете за употребление спиртных напитков матерью. Сейчас в настоящее время мама встала на путь исправления, встала на учет на биржу, ходит, посещает курсы повара. Надеемся, что такая ситуация сохранится, семья у нас полностью исправится, и будем решать вопрос о снятии ее с профилактического учета. А в этом доме растут пятеро детей. Мама не злоупотребляет алкоголем, а вот отец частенько выпивает. В поле зрения полицейских эта семья попала, когда мужчина, сам будучи нетрезвым, напоил своих маленьких детей алкоголем, после чего их с отравлением доставили в больницу. Со слов многодетной матери, сейчас в Доме Мир. Под контролем инспекторов ПДН, которые здесь частые гости, глава семейства постепенно встает на путь исправления. Совместно с представителями всех субъектов профилактики инспектора по делам несовершеннолетних оказывают посильную социально-правовую помощь этим семьям, выделяют путевки несовершеннолетним в лагеря, либо какие-то другие учреждения, посещают по месту учебы, по месту жительства. К сожалению, не все родители встают на путь исправления. На сегодняшний день к уголовной ответственности по статье 156 Уголовного кодекса за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних, связанное с жестоким с ними обращением, привлечено к уголовной ответственности пять родителей. Не просто посещают подопечных, а проверяют, все ли у них в порядке. Что дети едят, какую одежду носят, не бьют ли их родители. Порой инспекторы по делам несовершеннолетних единственные, кто может, а главное хочет помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Необходимо отметить, что отложено межведомственное взаимодействие, что ведется учет этих семьев не просто для галочки, а действительно инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних вкладывают в свою душу, в свое сердце для того, чтобы эти дети не оказались брошенными. Подобные рейды проводятся постоянно. Такая профилактика правонарушений и преступлений, оказание психологической помощи как родителям, так и детям, помогает некоторым семьям выйти из трудной жизненной ситуации.